Тем временем 6 команд из разных концов страны приехали в Красноярск выявить лучших лыжников и сноубордистов. В фан-парке Боброволок прошли 5-е юбилейные корпоративные соревнования компании Нурникель. До этого состязания проводили в Норильске, Мончегорске и на Олимпийских склонах в Сочи. Как опытные спортсмены оценили нашу трассу, знает Юлия Чуброва. В этом году у нас строили командная победа и только победа. В принципе, за ней приехали. Для Максима это уже вторые соревнования. На предыдущих в Мончегорске ему не хватило нескольких секунд до победы в личном первенстве. На сноуборде он уже почти 15 лет. Говорит, выиграть в этом году хочется, но признается, главное не это. Это новый опыт, это новые знакомства, новые какие-то эмоции. И все это в сумме дает абсолютно классное впечатление от вот этой общей командной семьи, даже я бы так сказал, Норильского Никеля, которые раз за разом на разных видах спорта встречаются в разных городах и по-дружески выясняют, кто сильнее в каком виде спорта. Это здорово. В Красноярске Максим впервые шутит. Ожидал горы снега и лютый мороз, а в итоге город встретил его дождем. А вот Евгений из-за полярного филиала такая погода не удивила. В Красноярске он уже не первый раз. Бобровый лог приехал спустя 39 лет. В детстве был здесь, катался на детских соревнованиях, поэтому приехал с большим, огромным удовольствием. Давно не был в Красноярске. И посетить, увидеть то, что когда-то в детстве было большое, огромное, и сравнить все это очень. В обычной жизни Евгений работает на металлургическом заводе. Здесь же он капитан команды. В соревнованиях участвует уже 5 лет. Не раз становился победителем в личном первенстве. В командном зачете пока только второе место. Поучаствовать в корпоративных соревнованиях приехали 6 команд. Это Москва, Норильск, Манчегорск и Красноярск. Всего около 80 участников. С каждым годом, признаются организаторы, эти состязания приобретают все более профессиональный уровень и привлекают большее количество людей. Хотя начиналось все с маленькой полярной Олимпиады в Норильске 5 лет назад. Я помню, у нас был такой смешной педестал, который там был слеплен из чего-то. И болельщиками были только семьи тех, кто катался. Но оттуда пошла история. Наверное, цель это то, что мы понимаем, что работники наши стремятся к вести здоровый образ жизни, занимаются спортом. Это очень здорово, потому что для компании здоровые люди – это прекрасно. Значит, они хорошо работают, достигают определенных результатов в работе. Корпоративные соревнования по лыжам и сноуборду – это лишь часть большой программы спортивно-массовых мероприятий Норникеля. Компания ежегодно устраивает состязания по хоккею, чемпионат по мини-футболу и баскетболу. В прошлом году участники корпоративных соревнований состязались на склонах курорта «Роза Хутор». В этом тестируют трассу будущей универсиады. Для меня сообщение, что у нас пройдут 5-е корпоративное соревнование компании по горным лыжам и сноубордам, было как такой отличительный знак, что фан-парк «Бобровый лог» готов принять сотрудников компании со всех регионов присутствия. Рады, что все могли посмотреть и увидеть, как компании относятся к спорту, как поддерживает спорт, как поддерживает универсиаду 2019. Месяц назад на склонах фан-парка прошли первые тестовые соревнования универсиады. Через год на этих же склонах выступят участники студенческих игр. Поэтому сегодняшний опыт проведения состязаний пришелся очень кстати. Это часть общей такой программы выстраивания корпоративных отношений в рамках подготовки к универсиаде. Мы вышли за рамки формальных отношений, практически выстроилась уже дружеская такая атмосфера. Не случайно работники компании «Новильский никель» становятся волонтерами универсиады. Уже более ста человек прошли отбор. Почетным гостем корпоративных соревнований стал бронзовый призер Олимпиады в Корее Сергей Ридзик. Для него эти состязания имеют особенный статус. Почти вся его семья трудится на Кольской ГМК. Перед корпоративными стартами опытный спортсмен оценил уровень трасс фан-парка и пожелал удачи участникам. Все на высоте. Я думаю, все удастся. Никаких задержек не будет. Но, особенно, я надеюсь, что и трав никаких не будет. Самое главное, главное, чтобы люди покатались и выступили в свое удовольствие. Главное, участие я не победу, как мы знаем. Судьи отметили, гонка получилась зрелищной, а борьба конкурентной. В итоге чемпионом в очередной раз стала команда Кольской ГМК. Серебро досталось заполярному филиалу, а почетная бронза – главному офису из Москвы. Теперь участники готовятся к новым соревнованиям. Место их проведения пока держат в секрете. Юлия Чупрова, Сергей Раков, 7 канал.